Мусульмане на западе Китая сегодня сталкиваются с одним из худших примеров притеснения и этнической чистки в мире. Китайское правительство задержало более 1 миллиона людей в так называемых лагерях перевоспитания. Заключенных задержали на неопределённый срок без предъявления обвинения и заставляют отказаться от своей религии, исламы и восхвалять коммунистическую партию. Целью китайских властей являются не только взрослые, по-видимому, и её дети были размещены в этом лагере, и с тех пор она ничего о них не слышала. В Восточном Туркестане, где проживает мусульманское меньшинство, известное как уйгуры, массово задержано 2 миллиона гражданских лиц, которые подвергаются физическим и психологическим пыткам, пока не отрекутся от своей веры. Китайское правительство называет эти лагеря лагерями перевоспитания. Хотя Восточный Туркестан находится под контролем Китая, уйгуры имеют более тесную этническую и культурную связь с другими тюркскими народами в Центральной Азии. Это означает, что наряду с религией лагеря перевоспитания нацелены на полное уничтожение уйгурского языка, одежды и культурных обычаев. Чтобы добиться этого, китайское правительство создало самое обширное в мире государство по надзору. Камеры распознавания лиц, сканеры тела, обязательные приложения, GPS-отслеживания и беспилотники охватывают каждый сантиметр региона, и китайские технологические компании, такие как Huawei, используют эти государственные контракты для разработки еще более навязчивых систем. Недавнее пропагандистское видео, выпущенное китайским правительством, показывает масштабы этого наблюдения, как минимум с пятью камерами в одном классе, которые рекламировались из-за своих простых учебных целей. Помимо простой ассимиляции уйгуров, чтобы они стали больше похожи на ханское китайское большинство, политика китайского правительства имеет нечто большее на повестке дня. Восточный Туркестан находится в центре крупнейшего мирового проекта Китая «Пояс и дорога». Этот многомиллиардный проект охватывает весь земной шар и позволяет Китаю стать экономической сверхдержавой в конкуренции США. Чтобы достичь этого, они стремятся полностью доминировать в регионе Восточного Туркестана и уничтожить уйгурский народ.